Футбольные клубы Козелжар и Ордобасе вновь столкнулись на поле. На этот раз встреча петропавловцев с шимкенцами прошла на стадионе Жастар в рамках первенства страны. Эта встреча важна для обеих команд, так как и Козелжар, и Ордобасе находятся на верхних строчках турнирной таблицы. Первый тайм был богат на опасные моменты, но реализовать их футболисты не смогли. 45 минут закончились без изменений на табло. В первом тайме была игра равна, но домашняя наша команда Козелжар была подвижной, более атаковала. Были опасные моменты, но не смогли забить. Думаю, во втором тайме мы забьем и выиграем матч. Соперник, конечно, тяжелый, у них много сборников. У нас команда не имеет такой скамейки, как у них. Но я думаю, что сезон длинный, сезон покажет. Тем более у топовых клубов, у них впереди Еврокубки, у нас их нет. И у нас есть хороший шанс в этом году занять медали, взять медали. Поборемся еще. Была вязкая игра, учитывая поле, учитывая, что в первую очередь на аванс-сцену выходят дальние удары. Команды старались именно из-за пределов штрафной поражать ворота, но, как мы видим, ни одной из команд это не удалось. Во втором тайме я надеюсь, что все-таки этот фактор мы доведем до нужного результата. Игра сегодня жесткая, грубая, со стороны ворда-басы. Наших игроков много ломается. Так, в целом, картина довольно неплохая игры. Видно комбинационный футбол. Ворда-басы, я посчитаю, что не показывают тот футбол, в который они играют, учитывая, на какой позиции они находятся. И игра, в принципе, проходит на равных. Во втором тайме повторился сценарий первого. Футболисты поочередно атаковали ворота, но все еще безрезультатно. Козылжарец Лука Имнадзе мог стать героем встречи. Он вышел один на один с вратарем, но не смог реализовать этот момент, ударив выше ворот. А Орда-басы на последних секундах уже дополнительно во времени забил гол в наши ворота. Второй раз подряд игроки Козылжара проигрывают, пропустив мяч на последних секундах встречи. В прошлый раз петропавловцы проиграли Астане за счетом 3-2. Сейчас наши земляки находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Следующий соперник – Кустанайский Табол. Матч пройдет на выезде 3 июня.